Как! Елишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатефермер Деревенский. Ой, но-но-но-но-но, я вот это не люблю, вот эти огородские всякие тематики, вот эти картошку сажать, морковку, я это не люблю, не-не. И сегодня мы находимся там, где у каждого жителя города на заднем дворе пасутся 4 коровы, 10 гусей, 14 куриц, 2 козы, 10 кроликов и 16 поросят. Мы находимся там, где у всех самое любимое блюдо на завтрак, обед и ужин это картошечка, сверху с укропчиком, с маслицем, с кусочком вот этого сала, с пюрешечкой, 4 котлеточки, ой, прям вот каждый день едят только вот это, все. И борщ. И борщ. И мы находимся там, где люди берут кредиты в банках не для того, чтобы купить себе новую машину или взять в ипотеку жилище, а для того, чтобы приобрести трактор. Огромный трактор. Зачем? Вот-вот-вот и я не знаю. А-а-а, ну мы в этих, в чебоксарах-то находимся. У меня двоюродная прабабка там родилась, она мне рассказывала, что, ну вот просто, прикинь, выходишь в город, ни одной машины не встретишь, все на тракторах такие, туда-сюда, туда-сюда гуляют. Заходишь в гости какой-нибудь сестре моего брата, три троюродного, а у них там картошка-пюре стоит с котлетами. Ну, в общем, как обычно. А на балконе реально поросята водятся. Что, реально на балконе, прям на балконе поросята? Ну не у всех же как бы, ну дома частные, кто-то в квартирах живет, они вот на балконе там коров выращивают. Подожди, то есть твоя двоюродная-проюродная бабка тоже кредит на трактор брала? У нее целых три трактора. Чебоксар. А она что, чебоксарская олигарша тогда получается? Да, она такая. Если кто-то из подписчиков сейчас, которые нас смотрят, и ты, если ты ищи боксаров, ну ты нас пригласи потом после этого всего карантина к себе в гости. Я бы не против вот это пюрешку с маслицем, с укропчиком заточить, а ты как? И борщ. И борщ. Ты это, ты не стой, ты лучше помоги мне. На, поищи тут бога Майнкрафта, а я вот в этой вот тарелке его поищу. Может он тут прячется такой маленький? Может тоже борщ любит, я не знаю. Ты мне хочешь, ты хочешь сказать, чтобы я в свекольном супе в борще бога Майнкрафта сейчас и сказал, у тебя вообще кукуха чокнулась или что? Ну если мы его уже с тобой нигде не можем найти. Может быть он реально в еде прячется, а может быть он сам еда, а может бог Майнкрафта это и есть борщ. То есть по твоей логике борщ это бог Майнкрафта, ну ты вообще, ну вообще кукуха поехала, честное слово. Кать, какой борщ бог Майнкрафта? Согласна, ладно. Не успели мы зайти в Майнкрафт, как тот самый борщ бог Майнкрафта к нам спустился и сказал, что Катюшка Екатефермер. Я в душе просто не чаю, что он хотел нам сказать, но как обычно, давай спускай, главное не шандарахнись, давай. Как обычно в самом начале мы находим деревню. Майнкрафт, но без деревни в начале это не Майнкрафт, но. Ну я уже вроде вижу огроменный вот этот сарай, ты давай перепрыгивай, главное не упади, давай. Я говорю, главное не упади, ты упала. И что мне сейчас делать? Подымайся. Может ты мне какую-нибудь тарзанку спустишь, там канат. О, вода, сейчас по воде поднимусь. Я прицеп какой-то вижу, лошадь там вижу. Что-то какие-то, какая-то земля сухая и совсем ничего нет, странно. Вообще ничего не растёт. Слушай, сарай вижу, в сарае, кстати, может что-то быть, иди давай сюда. Смотри, вообще ничего не растёт. Ни пшеницы, ни картошки, ни моркошки, ничего. Какая-то странная ферма, на которой ничего нет. А чё ты, это вообще не ферма? Так, заходи давай в сарай, в сарае должно быть полно животных или... Ага, да, кроме паутины в этом сарае ни черта нет. Да, и немножечко воды, а для кого вода? Я застряла в паутине. Спасибо, круто. Эээ... Я тебе специально не предупредила, чтобы ты взорвался. Так, а чё в этом сарае-то есть? Может, по сундукам давай полазим, может, посмотрим, что здесь есть внутри, не? По-любому должен быть хлеб, пшеница, много еды там, яйца. Ты сюда, ты сюда подойди, сюда подойди, вот сюда. Куда, куда сейчас? Я тут чё-то розовое вижу, смотри. Ой, ой, что это? А там красное чё-то вижу. Я, кажется, уже догадалась, что это такое. Так это трактор! Трактор розовый, по-любому мой. А ну садись, там есть бензин в нём, а ну садись. Бензина? Нет, ноль бензина. Надо, значит, найти его где-то здесь. Так, подожди, 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 подожди. А тут такой же трактор, только красный для меня. А, нет, давай я себе красный... Не-не, я на розовом кататься не буду. Так, подожди, два трактора мы с тобой нашли. Иди сюда за мной, подойди. Нет, собака, сутулая. Я вижу ещё один прицеп, красный здесь есть. Я вижу ещё один прицеп, красный. Ещё какой-то другой прицеп, розовый. Чё так много прицепов? И тебе не кажется, что деревня выглядит, ну, немножко заброшенной? Ну, я бы не сказала немножко, она отвратительно заброшенная. Как будто здесь уже сто лет никого не было. Я тебе предлагаю пройти сейчас по домам и посмотреть, что там внутри. Но, извините, то, что я спрашиваю, какая в чёртовой бабушке ферма, если здесь всё заброшено и здесь ничего не растёт? Ну и каким образом я, по мнению бога Майнкрафта, по мнению этого борща, должна быть Екатефермером? Чё, кто там? Молодой человек. Подожди, ты не толкайся, ты, господи. Мы вас потревожили. Кто это там? Да-да-да, успокойся, ты успокойся. Это бомжа. Иди, иди сама зайди, посмотри, иди посмотри. Эээ, ой, он меня, он меня целится рогаткой. Ты чё ты сама подставляешь-то меня так? Вот сейчас ни черта не понял. Так, может быть, это хозяин этого фермерского заведения? Подожди, подожди. Мне без разницы, кто хозяин. Я просто хочу найти несколько здесь тоже бутылки пустые. Я хочу найти просто несколько сундуков. Тут тоже бутылки, подожди. В каждом доме бутылки пустые и какие-то койки заброшенные. Я считаю, нам нужно провести расследование. Тут явно что-то не так. В этом городе есть кузница? Ты видела или не видела её? Найди кузницу. А как эта кузница-то вообще выглядит? Ну такая, как кузница выглядит. Ты когда её увидишь, сразу же поймёшь. А я пока... Да ты не тут, шастайся. А я пока по всем домам пройдусь. Опа, тут ещё один бомжар. Слушайте, а... Да-да-да, ты чё вы со своим нарадом... Ёпер... Он мне в лоб только что булыжник пульнул. Эээ, ну правильно делает. Чё ты вот на его частую территорию-то заходишь? Кать, второй дом и во втором доме бомжар... Бомжарии тусуются. А-да так вот кузница! Так вот она! Это кузница? Это кузница! Я бы сразу догадалась, конечно. Иди сюда! А-а-а... А вот это, походу... Заправка! Слушай, так может мы сюда вот эти тракторы тогда притачим и заправим их? Да как мы их притачим, если они не работают и у них нет бензина? Мы на чё, на руках их понесём? Ну прям, да, на руках. Возьмём их на руки и принесём сюда. А, ну если так можно, то погнали. Но перед этим я тебе предлагаю заглянуть в эту кузницу и всё же посмотреть, что там внутри. Тут только вот этот верстак есть. Больше другого я ничего не вижу. Тут трусы чьи-то сушатся. Давай ты первая заходи... Да господи, ну что же вы так ворами это всё? И ты молчишь, и ты даже слова не сказала, да? Я молчу, потому что ты всегда так со мной поступаешь. Заходи внутрь, ты только что дверь взорвала с этим мистером Крипером, иди посмотри, есть там кто-то внутри или нет. Так, ну, ой, тут это, у нас парочка, парочка молодая. А, добрый день, добрый день. Если мы вас, конечно, не тревожим, можно я загряну в ваш сундук? Вы всё же как бы в кузнице живёте. А в каждой кузнице в Майнкрафте есть что-то полезное. Ну да, очень полезное. Пошли отсюда. Кости. Просто весь сундук костей. Мужик, всё, всё, я ухожу, я ухожу, я ухожу. Не стреляйте, только не стреляйте. Так, опять рогатку достал, что ли? Да опять рогатку свою достал. Так, я тогда предлагаю сейчас пойти и взять эти трактора и заправить их. Но подожди, у меня вопрос. А на кой чёрт мы их вообще заправлять-то будем? Чё, чё изменится-то? Хороший вопрос. Зачем вообще, в принципе, трактора нужны? Слушай, надо, надо у кого-то выяснить что-то. Я не знаю, но здесь никого нет. Даже спросить не у кого, что вообще произошло. Маринка? Кать? Чего? Тут эта подружка твоя. Ты вот туда, на крышу посмотри. Марина, ну ты как нельзя встать. Давай спускайся, есть разговор. Тут какие-то бомжарии одни водятся и всё. Даже не с кем поговорить. Спускайся. Давай, карга старая вниз, пиндюхайся. Давай, спускайся. Слушай, так может ты у неё как раз-таки сейчас и спросишь, что здесь происходит? Может она знает? По-любому должна знать, Маринка всегда всё знает. Марин, ну можно было просто с крыши сигануть. Чё ты это самое? Давай, рассказывай, чё, как оно вообще происходит. Да ну так близко не подходи, Марина. Ну у тебя нос... Марина, нос большой сильно. Не подходи так близко. Угу. Угу. А, да ладно. И чё, и мы должны сейчас это? А как мы сами-то? А бабажи? А они чё? А мы чё? А он чё? А ты чё? А он понятно? Ну всё, я всё поняла. А как ты её поняла, если она даже слова не сказала? Она просто молчала. У неё маринский язык, который я понимаю. Я его в школе изучала вместе с ней. Да, они же с первого класса вместе. Так, тогда иди сюда. Всё, Маринка, спасибо. Сейчас Катя мне расскажет эту историю. Чё она сказала? Давай быстро рассказывай. Это просто шок. Эта деревня, эта ферма была самой большой фермой в Майнкрафте. Тут было столько пшеницы. Тут было столько картошки, морковки. Как вот это вот всего, короче. И просто они все, эти жители, взяли и забухали, прикинь. Вот только во время карантина. И всё. И профук. Прям взяли и забухали? Они профукали всю свою деревню. Всю свою ферму. Всех этих коров распустили на мясо. Всё съели и всё. Вон, остались несколько бомжей, которые вот караулят территорию и всё. А все жители просто куда-то пропали. Слушай, так это точно из-за карантина? Как карантин этот начался, все деревни обанкротились. Да, но знаешь что? Походу нам придётся поднимать эту ферму с колен. Ну конечно, если мы сюда попали, значит не зря. Значит нам сейчас реально нужно пойти, взять эти трактора, заправить и насадить. Стой! Чё? Стой. Стой, остановись. Собака такая, стутула. Ну ты же, ты отбегаешь и думаешь, что ты не спалишься. Тогда ты забирай давай свой розовый трактор, а я забираю красный трактор. Знаешь как забирать? Шифт и правую кнопку на него. И я чё тебе, гирокакал какой-то что ли трактор нести? Ну ты гирокакал, ты смотри. Да, мог бы помочь девушке. Ну ты я помогу, я сейчас свой трактор вот так же возьму и потащу. Ну давай потащи. Вот смотри. Потому что прицепы, прицепы потом ещё заправить надо будет. Ну прицепы потом, а главное сейчас пойти их заправить. Всё, давай тогда за мной. Вот ты представь сейчас ситуацию такую в жизни. У тебя в машине бензин закончился. И ты просто берёшь машину в руки и несёшь её до заправки. Ну удобно было бы, не? Согласись. Согласна. Так, как эта шайтан машина работает? Подожди, ставлю трактор. Опа, вот так вот сюда. И сейчас надо шланг что ли взять или как? Беру шланг. Слушай, Кать, ты посмотри, какой у меня шланг длинный. Слушай, ну у меня тоже так-то длинный, они одинаковые. У тебя нет шланга, ты девушка. Так, ну в смысле, ну ты не должна заправлять. Я сейчас заправлю. Поставь обратно шланг, я сейчас твой шланг возьму и заправлю. Ой, это равенство полов. Тут пишет ноль. Ноль бензина. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Поставлю обратно. Нет, всё работает. И у меня работает, получается. О, видишь, я тоже шлангом умею пользоваться, а ты говорим, что не умею. Так что не надо. Всё, забираю все свои слова обратно, ты тоже шланг имеешь и умеешь им пользоваться. Всё, давай тогда поехали. Слушай, а куда мы поедем? Тогда, наверное, за прицепами? За прицепами поехали, мой розовый. Вижу прицеп красненький. Его забираю себе, а ты ищи розовый. Опа, цепляй меня. Я-то нашла. А мне кажется, слушай, тебе не этот розовый нужно. Тебе вот тот розовый, который там на крыше сверху, видишь? На крыше? Ну вот, вот там. А как я его оттуда сниму-то? Иди достань мне его. Нифига себе, иди сама достань. Иди достань, пожалуйста. Я сейчас, я сейчас заберу твой. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот, смотри, травушку-муравушку сейчас топчем, с неё выпадают вот эти семена, и после этого мы её спашим и засадим пшеничку, а? Так это нам мотыга нужна. Ну тогда ты дискрафти мотыгу, а я пока вот эту травушку-муравушку отсюда уберу. Ну это самое, куда попёрто? Мы что, фермеры нанимались, что ли, а? Ну как бы дамы в этой серии, фермеры, не? Серьёзно, что ли, траву полоть, вот это всё даёбрыс это. Это и раз, и два, и три, и четыре, это фитнес или физкультура, или что, я не знаю, и четыре, и пять, и шесть, ну помогай, чё смотришь, и семь, и восемь, фу, я устала всё, я не хочу. Пока, Катюшка, вот этот землекоп там спахивает вот эту всю земельку, я на этом своём тракторе вот эту всю траву вскопал и посмотри, Катюди сюда, подойди и загляни в этот сундук, сколько у меня здесь семён, вот их пшеницы появилось. Так, Семён, ёбрыс это ты, да ты чё? Если я хорошо разбираюсь в фермерстве, сейчас вот эти все семена надо перетащить в другой прицеп, который позволит нам сразу их засаживать, чтобы пшеница росла. Иди, давай, скапаю, чё ты на месте стоишь? Откуда ты всё это знаешь? Так, из этого прицепа забираем вот эту всю мамину маму и перетаскиваем вот в этот вот прицеп. Иииииии, Катюшка, посмотри! Что за шейтан машина? Это комбайн, что ли? Это, это комбайн, подожди. Тогда я сейчас отсоединю вот этот прицеп, я его нафиг вот сюда утащу, вот так. И вот этот вот комбайн присобачу к моему трактору. Опа, вот так. И сейчас, если всё хорошо работает, смотри, Катюшка. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и! Ха-ха-ха! Всё, садится, давай, вспахивай землю, вспахивай, давай, быстро! Всё-сё-сё, сейчас-сё-сё, быстренько, сейчас-быстренько, ты давай на тракторе всё это сажай, давай. Ну ты прям реально чебоксарец, чебоксарец. Опа, вот, засаживаем, засаживаем, Катя, мы сейчас воскресим вот эту мёртвую ферму. Опа. Вы чё собаки делаете? Я ж тут своими руками, а вы топчетесь. А ну пошли вон отсюда, разбойники. Слушайте, бомжари, вы ферму просрали, мы наоборот. Ты чё, собака, ты бутылки свои вот эти убери. Вы ферму просрали, мы же его сейчас воскрешаем. Ты чё по грядкам ходишь, по писяка? Слушай, я тебе сейчас мотыгу запущу куда, не знаю вообще куда. Отпусти ему мотыгу, засудь вообще в одно место. Вы уйдем, мы вам наоборот, мы еду хотим обеспечить вас едой. Вы чё топчетесь, бутылки слез, слез бутылки. Кошмар, фу, вы не достойны этой фермы. Мы сейчас её вот возродим, мы себе заберём, а вас выпишем отсюда. Ты посмотри. Да я сейчас этим мечом нафиг кокну и одного бомжа, и другого, и третьего. Вы отсюда-то ушли, идите нафиг бухайте там дальше, пока мы занимаемся вашими же делами. Кать, с ними надо чё-то делать. Да я их сейчас просто перерубососю всех, и всё, и никто не мешать не будет. Ну всё, рубосось, они нам мешают. А всё, сейчас, чё у меня есть? У меня есть вот это. Вот это у меня есть. Как вам такое, ребята, а? Откуда у тебя автомат? С прошлой серии, а ну отошёл. Отошёл, и ты отошёл. Быстро разошлись все от грядок. Это кто в меня сейчас чё-то? Это ты? Ой. Ну, бывает с каждым. И так будет с каждым, если вы сейчас не уйдёте, не перестанете топтать вот это грядки. Слушай, выкинем мотыгу, выкинем мотыгу, чтобы не работали вместо тебя. Вы вообще распоясались. Да-да-да, держи-держи. Куда побежал? Мотыгу держи. Вот ты в трусах, подойди сюда, беззубый. Подойди, я с тобой разговариваю, вот сюда, подойди. Давай, тунеядцы, вот эти бездельники. Жрать хочешь? Жрать хлебушек с картошкой хочешь? Вот, бездельники, Кать, выкинем мотыгу, подойди сюда. А мне мотыгу вон тут бомжара забрал. Бомжара, ты или мотыгу отдавай, или давай всё, сам спахивай. Да хватит прыгать, да не прыгать, ты тут спахиваешь и прыгаешь дальше, опять топчешь. Ну чё? Они походу вообще забыли, как быть фермерами. Они дебилы какие-то, честно, я снова... Хватит топтать! Кать, убей его. Мне кажется, это не настоящие жители этой фермы. Это просто бомжи, которые пришли из соседних деревень и решили здесь просто потусоваться, да? Ты последний остался, бомжара. Выбор за тобой. Работать не будешь, Катя кокнет. Вот, молодец, Катя, иди забирай мотыгу, иди забери у него мотыгу и сама работай. А почему? Ну давай, ты иди работай, я буду сажать пшеницу. Ну всё, давай, бутылки вот эти вот, заберите вот свои. Давай, давай, вперёд, Катюшка, Катюшка, давай. Ээээ, ты смотри, как хорошо у нас всё получается. Давай, 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 давай. Так, разворот, поворот. О, молодец, молодец, сади, 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 сади. Ты смотри, ты реально Катюшка-фермерша деревенская. Никогда бы не подумала, что я буду это делать. Так, а вот это вручную, чтобы случайно ничего не протоптать. Ты мне, Катя, там помогай, пожалуйста, то я сам это всё очень долго буду делать. Слушай, ну я устала на тракторе кататься, а не девчачья работа. Ээээ. Слушай, бомжара, походу, кредит взял на трактор. Ты смотри, чё едет. Ты чё? Эй, эй, куда ты? Ты чё делаешь, сатана? А, у него там костная мука. Ты смотри, я думал соедрить, колотить. Ты как это? У тебя чё, реально трактор новый? Нифига себе, у него реально смотри, какой крутой у нас какие-то позорные прошлогодние коллекции. Давай, 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 помогай, бомжара, помогай, помогай. Ты смотри, как всё быстро растёт на глазах. Офигеть, я в шоке. Чё такое бывает, что ли? Одумался, бомжара, молодец. Ты смотри, у него реально в прицепе вот эта костная мука. Так вот, у него кости-то лежали в этом, в сундуке возле чего. Ну да, это же кости вот этого, которую мы изначально в кузнице там нашли. Бомжара, ты прицеп потерял! Ай, ты всё равно. Ещё учиться и учиться. Какая красота, Катюшка. Слушай, я же даже полюбила всё это дело сажать, вскапывать. Слушай, вот эта ферма меня вдохновила на то, чтобы мы с тобой свою ферму личную завели. Ты посмотри, сколько много пшеницы выросло. Бомжара, ты справился, ты молодец. А все вот эти твои братки, которых Катя когнула, ну, они выбрали другой путь. Слушай, ну что осталось для того, чтобы ферма стала прям фермерской фермой? Живность, коровок, курятинку, поросятков, вот это на шашлык пускать и вот это всё остальное. Вот именно, тут же вообще совсем животных нет. Ну, бомжара, хлебушек у тебя до конца жизни сейчас уже будет обеспечен-то этим хлебушком. Ещё осталось сейчас животных завести, чтобы мясо было. Поэтому, Кать, смотри, нам сейчас с тобой нужно будет притащить тогда коровушек, пару свинюх и давай пару куриц, а? Да, отличный план, пойдём, только нам нужны поводки и пойдём куда-то в лес искать их. Стоп, 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 Кать, а я походу кого-то вижу и одна среди вот этих всех жителей, это Маринка там топает! Так, а я что-то не поняла, Марина, ты можешь объяснишь мне, что происходит у вас тут? Что за каждой твари по паре? Ребят, а что происходит? Вы сейчас за нас всю работу сделали! Ну так давайте, заводите в это, в сарай, заводите, заводите, заводите! Вот туда я мрачищу путь. Да, паутина надо убрать. Ага, всё, вот так. Давай, 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 давай туда внутрь, чтобы вот эти кракозябры не разбежались. Расселяемся, расселяемся, овцы налево, коровы направо, давайте, давайте. Слушай, а у тебя есть вот это, у тебя есть пшеница или семена, чтобы их ещё за чики-бомбони, чтобы их ещё больше стало? Так, я ради этого здесь я нахожусь, ага. Так, овечки, начнем с вас, раз, два, чики-бомбоньтесь. Так, коровы, выйди дверь тоже, так. Ты смотри, маленькая коровятка, давай, тетелёнка за чики-бомбони, а семена у тебя есть, покорми курицей. Так, курицы, курицы, иди сюда, есть семена, раз, курица, два, курица, давайте. Мы, брати, мы совсем справились в этой богом забытой деревне. Слушай, но мне всё-таки интересно, откуда пришли эти жители? Марина, расскажи, что случилось. Ага, а, а, вон оно шо, да ты прикинь. Просто жители вдохновились тем, что мы им помогли, то, что мы тут всё возродили. Им было просто стрёмно и стыдно возвращаться в такую деревню. Они уже ослабли, у них не было мотивации, а мы им помогли. Вот они и решили вернуться. Видите, вот это, забухать после карантина, это не выход. Мы воскресили вашу мёртвую вот эту деревню. Всё, еда есть, курица есть, свиньи есть, пшеница есть. Живите, пожирайте и добра дальше нажирайте, жители. Всё, а мы теперь достойны звания лучших фермеров в Майнкрафте. Ты смотри, они салют для нас подготовили. Слушай, Кать, ну мы походу это, герои этой деревни, а? Ну слушай, ну мы можем себе позволить так называться, есть за что. Ну чё, Катюха, пойдём отметим вот это вот, это оставляем здесь, пошли. Погнали. По тракторам? По тракторам, давай. На сей раз мой розовый трактор, ты себе красный забирай. Не-не-не-не, мне уже понравился, красный, красный мой. Фу, розовый мой. Всё сказала. Едем, едем, едем на гелике, ну то есть на розовом тракторе. Ой, сейчас чуть в лаву не упала, аккуратно. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok